Здравствуйте, уважаемые слушатели, курсанты, магистры, клинического координатора. Сегодняшняя наша тема посвящена травмам живота. Живот – часть тела человека, условно обозначаема спереди очевидным отростком, реберной дугой. Снизу – симфазом лавковой кости, паховой складкой, гребнем подвздошной кости. Задняя стенка – позвоночник и мышцы поясничной области. Различают заброшенное пространство и вброшенную полость. Анатомическая область живота – эпигастры, эпигастральный область, правая подребельная область, левая подребельная область. Мизогастры – правая боковая область, левая боковая, пупочная область. Эпигастры – надлобковая область, правая подвздошная паховая область, левая подвздошная паховая область. Топографическая область – эпигастральная, правая подребельная, левая подребельная, левая подвздошная, правая подвздошная, надлобковая, левая подвздошная область. Брущная полость выставлена брущиной вверху, она ограничена кополом диафрагмы, спереди и латеральным мышцам брущной стенки, внизу переходит полость малого таза. Основной часть объема брущной полости занимает желудочно-кишечный тракт. Брущина продустирует серозную жидкость, обладающую высокой сопротивляемостью к инфекции. В норме содержится около 27 литра серозной жидкости. Особенностью брущины является ее способность к отграничению очагов, инфекции народных тел. 7-8 миллионов человек в мире ежегодно получают различные повреждения. 20% имеют травмы живота в военное время. 7-10% травмы живота в мирное время. Литаяность при закрытых травмах 20%. При открытых травмах 5%. Смертность при травмах живота при пирогах 92% составлял. В Первую мировую войну 70%. В Великой Отечественной войне 50%. Механизм повреждения органов брущной полости, размножение, раздавливание, разрыв связок, гидравлический удар, разрыв сосудов. Классификация травм живота открытых и закрытых бывает. Закрыты травмы передней брущной стенки, травмы органов брущной полости, травмы паренхоматозных и полухорганов. Открыты непроникающие, проникающие. Проникающие с повреждением, без повреждения органов. Закрытие уши брущной стенки, повреждение полухорганов, повреждение паренхоматозных органов, повреждение полух и паренхоматозных органов, повреждение почек, мочиточников. Открытые травмы бывают непроникающие, с повреждением тканей брущной стенки, с небрущенным повреждением поджелудочной железы, кишечника, почек, мочеточника, мочевого пузыря. Проникающие бывают собственно проникающие, без повреждения органов, с повреждением полух и паренхоматозных, таракоабдоминальная, абдоминоторакальная. С ранением почек, мочеточников, мочевого пузыря. С ранением позвоночника и спинного мозга. Осложнение повреждений живота. Шок, может быть, первая, третья степень, терминальное состояние. Форма геморрагической, нейрогена, гиповолимитская. Кровопотеря, потеря 35-50%, внезапная гиббл. 25-35% шок тяжелой степени. Перитонит, может быть, реактивная фаза, токсическая, терминальная. Причинам это закрытые повреждения, непосредственный удар, катотравма, сдавление, краш-синдром, автотравма, при физическом напряжении, разрыве патологически измененных формулок. Ранение живота. Колото-резанное, огнестерильное бывает, пулевое, осколочное, дробовые. В результате действия взрывной волны, миновзрывные называется. Критерии оценка по Пугачеву повреждения. Первая степень – это ушиб стенки с наличием различных по величине и числу гематом. Надрывы серьезной оболочки, слоев мышечной оболочки, без вскрытия просвета органа. Вторая степень – рана, проникающая просвета органа, единичная или множественная, продольная разрыва брыжейки. Третья степень – полный циркулярный разрыв органа, единичная или множественная разрыва, поперечный разрыв или разрыв брыжейки. Четвертая степень – размножение полуоргана. клиника симптомы травматического шока симптомы закрытой травмы живота признаки внутривышнего кровотечения симптомы раздражения брюшина нередко наблюдается в моторном возбуждении боль в животе тошнота рвота бледность кожа покров и претензия и бродиказия олигоандурия и матурия симптомы перетенита эйфория переход на грудной тип дыхания нарастает ахкорды сухоослистов гипертермия развитая болезнь с напряжением из ручной стенки притупление в отловых частях живота отсутствие печеночной тупости отсутствие кишечных шумов закрытие повреждения в ручной стенки закрытие ушиб брюшной стенки растяжение и разрыва мышц брюшной стенки не нарушается целостность кожи причина закрытых повреждений ручной стенки прямая травма живота и поднятие тяжести клиническое проявление основной гематома на передней брюшной стенки локальная болезненность усиливается при пальпации при разрыва мышц передней брюшной стенки при напряжении мышцы пальпируется западание и рядом с ним велико-великообразно утолщение сократившиеся разорванной мышцы первичная медицинская помощь холод к месту повреждения на два часа груз на зону повреждения на два часа со второй сутки тепловые процедуры при разрыве мышц постельный режим с полусогнутыми ногами возможно сшивание мышц с повреждением внутренних органов закрытая травма тупая травма травма живота при которой повреждается водонабручную полость и без повреждения кожи частота повреждения приводит к литву нитрозвособности может привести к гибию пострадавшего требует проведения полостных операций часто сопровождается перитонитом или значительной кровопотери чаще происходят у лиц молодого и среднего возраста у мужчин чаще при обладании бытовых и автодорожных травм на производстве на парихоматозных органов повреждений чаще повреждается селезенка печен поджелудочная железа почки находятся в заброшенном пространстве разрывы селезенка одномоментно и двухмоментно интервал от травма от двух до десяти дней разрыв печени как видите на картинке вот такие разрывы бываются двухмоментно разрыв селезенка вот картинки клика повреждение парихоматозного преобладание признакам трубушного кровотчения и шока травматической геморрагической шока явление перитонита вызвано раздражением брюшина излившейся крови клиника парихоматозного жалоба боль вместе в травма тупая признаки кровопотери нарастающая слабость зябкость сухость во рту головокружение потемнение в глазах шум в ушах объективно бледность кожи акратионоз пульс частый слабого наполнения артериальное давление снижается гемоперитонеум притупление перикутурного звука в отлогах местах живота границы которые смещаются при повороте на здоровый бок основные симптомы боли в животе напряжение передней брюшной стенки не участвует фактор дыхания симптом раздражения брюшина симптом банка станки симптом массивной кровопотери гематуре при травмах почек мочеводящей системы банка станки симптом описан русским хирургом розановым признак внутребрюшного кровотечения при разрыве серединка больной лежит на левом боку подлежа под сжатым к животу бедрами при попытке повернуть больного на спину или другой бок он тот же тот час же переворачиваться и занимает прежнее положение первая медицинская помощь мест на применение холода введение гемостатических средств покой на спине без подушки с согнутыми ногами срочная госпитализация запрещается обезболивать давать через рот вид и пищу уточнение диагноза осмотр пальпация лапароцинтез с шарящим катетом процессе эндоскопии лапароскопия анализ крови снижение количества эльтроцитов гемоглобина лечение экстренной операции лапаротомия доступ в верхной серединой ушивание разрыва печени удаление серединка с пениктомия если рейнфуде крови тонкая кишечник толстый кишечник может быть желудок желчный пузырь вручная часть мочевого пузыря подтверждение диагноза осмотр перкуссия аускултация угнетение перистальтика обзор на рентгенографии пневмоперитониум лапароскопия анализ крови лейкоцитоз рентгенлоистка рентгенлоистка производится обзор на рентгенография брюшной полости при этом можно выявить наличие свободного газа брюшной полости при повреждении полуоргана наличие жидкости брюшной полости признак разрыва панихоматозных органов малейшего мочевого пузыря раздутие петли тонкой толстой кишки признак пореза желудочно-кишечного тракта высокое расположение купола диафрагма признака повреждений диафрагма повреждение костей таза и грудной крепки для диагностика повреждений некоторых органов проводится специально рентгенологическое исследование урография цистографии ультразвуковой диагностика брюшной полости позволяет выявить свободную жидкость брюшной полости под капсулами гематомы разрыва панихоматозных органов выявление заброшенных гематом особо на ценах ценным данный метод является для диагноз повреждений почек метод простым может быть выполнен при любом состоянии пострадавшего затрачивая небольшое количество времени так инструментальным методом лапароцинтез шарящим катетером диагноз кипертониальный лаваш самый простой и распространенный метод диагностика повреждений органов бушной полости занимает немного времени применение независимо от тяж состояния пострадавших при лапароцинтезе выявляется наличие крови или патологической жидкости брюшной полости катетер может быть оставлен в бушную полость для динамического надведения лапароцинтез противопоказан при спаечном процессе брюшной полости после ранения переместных операций лапароскопия более точен используется при отрицательных или сомнительных результатах лапароцинтеза для диагностика повреждений заброшенного расположена поздно на схематический лапароцинтез как видите на точках калка делается пневмопертонио свободный газ брюшной полости под правым куполом диафрагма приняла искусство цветовидный газ лечение экстренной операции лапаротомия средины ушивание поврежденной или резекции поврежденного органа санальца брюшной полости тренированную брюшной полости рано брюшной стенки при всех свежих ранах производства первичной хирургической обработки обработка основная задача хирурга выяснить характер раны и определить проникает она в брюшную полость или слегка слепо заканчиваться в ткани обрушенной стенки этапы первичной хирургической обработки раны это иссечение краев рано рассечение рано удаление жизнеспособных тканей инородных тел гемостаз ревизия рано ушивание рано и и дренирование показания к операции при травме живота лапаротомия выпадение из рано внутренних органов и тканей пряда большого сальника или петли тонкой кишки и стечение из рано кишечного содержимого желчи моче и соответствующие окрашивание повязки белья и запахом травма живота и клинистская картина тяжелого внутреннего или наружного течения так закрытая травма живота клинистская картина повреждения внутренних органов является показанием клинистская картина перетенита при закрытой открытой травмы живота первичная хирургическая обработка раны любая рана брюшной стенки туалет операционного поля первичная хирургическая обработка при сильном загрязнении брюшной стенки ран тщательно очищает кожу тампонами смоченным 2-3 процента раствора перикси водорода обезболивание раны трижды обрабатываться операционное поле раствором антисептика и инфильтрируется зона операции 0 25 процент раствора на локаин ход рассекает кожу продлевает рану по ходу раннего канала иссякает размятые неспособные ткани удаляет сгустков крови и народное тело накладывать красно лица зажима на сосуды дойдя до конца раннего канала определяет наличие или отсутствие повреждения паритальной брюши при необходимости оставляет резиновый выпускник или трубчатый дренальщик выводенный через отдельный прокол когда раннего канала заканчивается около пузырной или около почечной клетчатки если находят дефект брюши не то переход к лапротами обработки вентрированных органов и вентрированных выпавшие через рану на брошенную стенку петли кишок прядь большого сальника дважды обрабатывать зитоническим раствором хлориды натрия как затем выпавшие органы и кожу вокруг раны дважды обрабатывать раствором антисептика при ущемлении неповрежденной петли кишки рассекает рану по длине и при наличии повреждений петли кишки обворачивают большой стерильной салфеткой оставляет на передней мошеной стенке после чего производит лапротамию выпавшие пряды большого сальника пережимает зажимами отсекает и перевязывает после обработки вентрированных органов повторно смывает края ран как этапы основные при повреждениях органов ручной полости положение пациента на спине эндотрахиальный наркоз обезболивание доступ среди срединной лапротамия остановка кровотечения источник кровотечения определяется после введения кишечных петель из бушной полости в рану по локализации сгустов кровотечения сначала останавливать пальцевым прижатием или пережатием сосудские ножки после чего сосуда прицел наберут на зажимы и легируют остановка кровотечения это на магистральные сосуды накладывать сосудский шов сосудские зажимы колюши иглы синтетической ниту 5 0 или 6 0 реинфузия крови проводят при небольшой давности травмы отсутствие повреждения полых органов и гемолиза кровь собирается в банку с четырехпроцентным раствором цитрата натрия 300 миллилитров на 1 литр крови через четырех восьмислой на стерильной марлей переливается в бену вольном перед переливанием проводят пробу на гемолиз 5 миллилитров крови заинтрофюбируют в течение 10 минут при гемолизе проявляется выражено розовое окрашивание ревизия брюшной полосы там ревизию проводит после санации брюшной полости от крови патологическая сосудота пружейка тонкая и поперечная ободочная сигмовидная киша будет 0 20 процента растворного каина начинают ревизии органа брюшной полости желудка при подозрении на повреждение на спешке кишку последним обрезать поклоха ревизии тонкой кишки производит детально от связка трейца до или цикального угла далее производит ревизи толстой кишки прямой кишки мочевого пузыря при подозрении на повреждение заброшенного отдела толстой кишки по латеральным ее краю рассекает брущину кишку облизует для осматривает далее осматривали пальпировать панихоматозные органы заброшенное пространство вмещаться на поврежденных органов особенности будут рассмотрены дальше по ходу лекции при повреждении органов брюшной полосы основе так проводит теплый издание скоростного клавида натрия одномоментно вливает до 2 литра раствора органа отмывает жидкость удаляет отсосом манипуляция повторять то чистых промывных вод фиксированно сгустку удалять туперами тренирование все дренажи выводит через отдельные проколы в брюшной пузырьки при наличии повреждения органов один дренаж подводит в зоне повреждения второй в малый таз при развитом перетене дополнительно устанавливаться дренажи в оба под диафрагмальные под печеночное пространство боковые каналы производят послойное ушивание лапротом на рано брушина ушивает рассасывающую нитью в случае наличия диффузного кровотечения из ее краев а по невроз подкожную клетчатку кожу ушивает не рассасывающим материалом при выраженной подкожной клетчаткой рано дренирует вакуумную систему паридона повреждение полых органов это желудка повреждения причина чаще всего желудок повреждаются при открытой травмы живота закрытые повреждения желудка крайне редки благодаря анатомическому положению защищенным реберными дугами клиника повреждения желудка зависит от степень повреждения локализации при полных разрывах и ранах желудка развивается комиссия картина перфоративной язвы сильная боли напряжения ручной стенки симптомы раздражения брушина исчезновения печеночной тупости при ушибах и поверхности повреждения стенки желудка клиническая картина стертая боль вместе в травма умеренное напряжение мышц передней мышц стенки вот из принятия крови закрытие повреждения возникает при ударе в гастроне область падение с высоты было чаще бывает при переполненной желудке открытие повреждения желудка чаще сейчас при трако братьевна 단ольные ранения закрытие повреждения это ушиб гематома стенкой желудка разрывы чаще подвергается передняя стенка размножение стенкой желудка чаще задняя стенка полный отрыв желудкаię отрыв желудка от пищевода до 12 перстни кишки открыты положению передней стенка задняя стенка сквозные Резанная рана желудка вышивается двухрядно. При повреждении передней стенки желудка рассекается желудочно-ободочная связка и осматривается его задняя стенка. Поджелудочная железа и двеносвязная кишка. При наличии нежественно осознанных тканей последний раз иссякает, легируют сосуды под слизистый слоя, после чего накладывают двухрядный шок. При разрывах края раны экономно иссякает и ушивает по тем же принципам. В редких случаях при общинном размножении показана резекция желудка. Диагностика повреждения желудка. Ранение желудка можно поставить при выделении из раны желудочного сутер-шелона. Перед началом операции устанавливаются на загостральный зон, оперативный доз в середине лаборатомия. Все раны разрыва стенки желудка после экономного иссякает и ушиваются двухрядным швом. Операция завершается тренированным под диафрагмальным пространством, чаще левого. При перитонии тренируются под диафрагмальным пространством и малый таз. Декомпрессия желудка осуществляется через нозогастральный зон. Ушивание раны желудка, видите. Перитонизация сальников. Топографическая анатомия 12-песной кишки. Часть 12-песной кишки – это следующая анатомия, сказать, что верхняя часть, парс суперио. Часть ее называется верхней горизонтальной частью, в которой представлена луковица 12-песной кишка. 5-3-5 сантиметра, диаметр 4 сантиметра. Нисходящая часть – парс десенденс. Длина 12 сантиметров, диаметр 4,5-5 сантиметров. Нижняя горизонтальная часть – длина 9 сантиметров. Восходящая часть – асценденс. Длина до 13 сантиметров. Нижняя горизонтальная отдела и восходящая отдела как нижняя часть. Раскалков, зависимость от особенностей фона 12-песной кишки – это оба два отдела не всегда четко дифференцируется, даже по рейнгологическим исследованиям. Отношение к брюшине 12-песной кишки – ретроперитониально. Брушина при переходе на правую почку – образуется диагонально-почечная связка. Средний участок длина 12-песной кишки лежит позади корня брыжейка поперечной ободочной кишки. Внешний участок длиной до 6 сантиметров находится ниже брыжейка поперечной ободочной кишки. Справа от корня брыжейка – тонкой кишки в нижнем этаже вручной полости. Связка – печеночная 12-песная связка расположена между воротом печени и верхней стенкой луковицы 12-песной кишки. Оно является крайней правой части малого сальника и ограничивается сальник в отверстии спереди. Натянутая 12-песная почечная связка между наружно-задним краем нисходящей части 12-песной кишки и областью правой почки. Оно ограничивает сальнику и отверстие снизу. Связка – трейца удерживает 12-песный точный кишечный изгиб в нормальном положении. Оно образовано складкой вручной, покрывающей мышцы, подвешивающей 12-песный кишку. Кровоснабжение Источник кровоснабжения 12-песной кишки составляет ветви двух артерий – членового ствола и верхнего брюшечного артерий. Первый снабжает главным образом верхную, а вторая – нижняя половина 12-песной кишки. 12-песная кишка подразделяется на два различных отдела. Первый – это луковица, в стенку которой сосуды входят так же, как и в стенку желудка. С двух сторон телепортроложенных краев. Луковица 12-песной кишки питается кроем, в основном за счет правой желудочно-сальной ковартерии. Передняя стенка, верхняя часть и луковица получают кровоснабжение из которых веток гастродональной артерии, которая является одной из ветвей общей печеночной артерии. Второй отдел – остальная часть кишки, в котором сосуды входят так же, как и в нижележащих отделах тонкой кишки, с одной стороны, со стороны брюшечного края, образуя переднюю и заднюю артериальную дублю. Основным путем оттока передняя и задняя венозные дубы расположены у границы 12-песной кишки и головки подзвучной релизы. Вена луковица 12-песной кишки формируется в два пучка – верхняя и нижняя. Вена верхнего пучка сливается, образуя два или более стволов, впадающие в воротную вену. Вена нижняя пучка сливается между собой, впадая чаще всего в правую желудочно-сальниковую вену. Поэтому перевязка этой вены во время резекции желудка так же может привести к нарушению кровообращения стенки дуодональной кути. Фотеров сосок Фотеров сосочек имеет овальную форму, проецируется в просвет 12-песной кишку, на ее задней внутренней стенке, иногда вблизи среднего сегмента, нисходящей части 12-песной кишки. Обычное расстояние от пилористского отдела до большого дуодональной соска составляет 10 см. Повреждение 12-песной кишки считается с ранением смежного органа в головку поджившей железы, верхней брюшечной артерии, нижней половой вены и правой почки. Закрытие повреждения по локализации вне брюшины, в верхней горизонтальной части, внутри брюшины и забрюшины, нисходящая нижняя горизонтальная часть. Закрытие повреждения по характеру повреждения, гематома, без нарушения проходимости, нарушение проходимости кишки, неполный разрыв стенки, надрыв, полный разрыв стенки. По характеру повреждения, там полный разрыв кишки, отрыв кишки от желудка, повреждение 12-песной кишки, сочетание с повреждением других органов, открытое повреждение внутри брюшины, забрюшина, передняя стенка, задняя стенка связной. Забрюшенный отдел 12-песной кишки наименее подвижен, поэтому травмируется чаще. При повреждении внутребрюшной части раны кишки, ушивая двухрядным швом, зона повреждения тренировок, выполняется назадуоденальная интубация. При невозможном сушивании производится резекция сушиванием культи 12-песной кишки, гастро-еиноностомии на короткие или выключенные пару петли. Повреждение забрюшенных отделов 12-песной кишки быстро проводится к забрюшенной флегмонной перитониту. При знаке забрюшенного повреждения 12-песной кишки, выпады желтоватого цвета, забрюшенная гематома, забрюшенная эмфизема, студенистый оттенок, оттек и желто-зеленое прокрашивание тканей в области кишки. Мобилизация кишки по КОХЕР 12-песной кишки. Рана кишка ушивает двухрядным швом, выполняется назадуодная интубация, забрюшенное пространство за ней через люмботомию, зону швов можно охотать при одесальнике. При необходимости для питания накладывайте на стомах по майделю. При обширном повреждении необходимо выключить 12-песной кишку из пассажа. Кишку отсекают от желудка, оба культи и рана кишку ушивают, и желудок анастоматизируют с тошкой кишкой на выключенной пару петель. Если дефект кишки ушить невозможно, то производят вмешательство в том же объеме и формируют дудностому, фиксируют трубку, просветленную на спец на кишку и холецистому. При этом зону повреждения окотывают большим сальником и тщательно изолируют от брюшной полости марлина-тампона. Тампонную дну анастомическую трубку выводят через контурапиатур в раму подреберья. Обязательно дренируют заброшенные клетчатки через люмботомию. Повреждения тонкой кишки. По статистике чаще встречаются открытые повреждения тонкой кишки. Разрывы кишки встречаются реже. Разрывы тонкой кишки способствуют переполнению кишки содержимым в спаечном процессе в брюшной полости. Клиника зависит от характера повреждений, давности, травмы в сочетании с повреждением других органов. При полном разрыве тонкой кишки развивается клиника перитонита, сильные боли в животе, тошнота, рвота, напряжение мышц в брюшной стенке, симптом раздражения брюшина, сухой язык с признаком интоксикации. При одновременном повреждении брюши и кишки на эту клинику наслаиваются признаки внутреннего кровотчения и гемоперитониума. При ранениях тонкой кишки клиника менее яркая. В первые часы с момента травмы на фон рана, вручной стенке отмечается боли вместо ранения. Умеренное напряжение мышц через 10 часов развивается клиника перитонита. При открытой повреждении показаниям кооперации служит проникающее ранение рана. Наличие повреждения тонкой кишки выявляется только во время операции. До операции диагноза ранения тонкой кишки можно поставить только в двух случаях. При наличии раны эвентрированной кишки, при отхождении через рану в брюшной стенке кишечного содержимого. При закрытии повреждения диагностика включают в себя клиника, лабораторные данные, рентгенологическое, свободный газ, лапарат синтез с шарящим катетером, мутный выпад или кишечное содержимое, лапароскопия. Лечение оперативное. Послеоперационное введение, голод в течение трех дней, с 4 суток назначается 1 А стол, с 7 суток 1 стол. Проводится инфузионно-антибактериальной терапии аналогетики, ликвидация пореза желудочно-кишечного тракта, мышевание рана тонкого кишечника, мышевание рана, вот видите. Резекция. Резекция тонкой кишки при общинном повреждении. Брыжейка тонкой кишки повреждения может быть изолирована или сочетаться с повреждением кишки. Различают различные ущипы с повреждением сосудов и образованием гематом, разрыв брюжейки, отрыв брюжейки от кишки. Повреждение брюжейки ставится только во время операции. Основным проявлением повреждения брюжейки является кровотечение брюшной полости. Объем кровопотеря зависит от степени повреждения брюжейки и калибра поврежденного сосуда. Опериативное лечение. Вот проверка проходимости кишки. Резекция тонкой кишки. Как видите, рассечение брюшной брюжейки тонкой кишки. По линии предполагаемой резекции. Пересечение кишки. Наложение двух мягких кишечных зажимов на расстоянии 5 см от конца в кишке. Предназначаем для резекции. Наложение раздавленных зажимов на 2 см ниже проксимального. Выше в листальном зажиме. Правильно – это неправильно. Кишечная брюшечная сферозная шва со стороны отверстия с захватом к краю сосудов. Ну, а осталось конец-колец. Наложение передней стенки уже. Ну, это резекция тонкая кишка, сбок-бок. Это уже куча погружается. Кисетный шок. Сверху серосерозный шок. Астамоз сейчас был пол. Наложение астамоза был пол. Формировано астамоз. Конец-бок. Теренуэт реально осталось. Это обычно с толстой кишкой. Или трансфероза осталось. Наложение астамоза был пол. Витселя. Для питания. Кормили. Вскрытие просвета тонкой кишки. Наложение. Наложение. Погружение резиновой трубкой в просвет кишки. Наложение. Энтер-энтер астамоза. И питание. По битцелю. Денастами. Денапиксия. Денастами. Денастами по майделю. Введение кишечных петел в операционную раму. Помайдель. Наложение U-образного настамуза и операционную раму. И листамия. Губовидная свечка, подвздошная кишка, петли кишки подшеток, паритальный брюшин, раскрытие просвета кишки. Слизь и оболочки кишки подшета кожи, рядом узловые шва. И листамия. Истечение губовидного листа. Закрытие. Повреждение ободочной кишки. Чаще всего встречаются открытие повреждения ободочной кишки. Разрез толстой кишки способствует переполнению каловым массным газом. На три группы. Повреждение внутребрушенных отделов в ободочной кишке, повреждение в неврушенных отделах, повреждение внутребрушенных и неврушенных отделов. Клиника при полном разрыве стенка толстых развивается клиника перитонита со всеми признаками. При разрыве сферозно-мышечной оболочи клиника очень скудная. При повреждении брыжек толстых кишек развивается клиника внутреннего крови, чем признаки импортания. При открытом повреждении толщины крышки показаниям кооперация является проникающей ранения характера рана. Клиника, первичная террористическая обработка рана, обзорная рентгенография, лапароцинтез, лапароскопия и лечение повреждения. Всем больным с повреждением ободочной кишки выполняется лапаротомией, срединного доступа к энтерхиальным роткозам. Проводится инфузионная терапия, постоперационная тибератерапия, стимуляция кишечника, аналогетики, питание, голод в течение трех дней. Холостома может быть закрыта уже через один месяц с операцией. Ушивание раны ободочной кишки, вот видите, трехслойное здесь. Резекция сигновидной кишки при обширном повреждении, связи с обоих концов. Назо-гастроинтестинальная интубация с зондом Эбота. Резекция ободочной кишки. Наборизация. И формирование анастамуса. Бок-бок. Резекция поврежденного участка сигновидной кишки. Объем резекции. Спасибо за внимание. Резекция. Продолжение следует...